Привет всем, кто смотрит мой канал. И сегодня я расскажу немножко о декрете и детских садиках в Израиле. Декрет в Израиле длится всего лишь 94 рабочих дня. Конечно, очень многие женщины стараются доработать до последнего, ходят на работу до последних дней, чтобы потом была возможность подольше посидеть в декрете с ребенком. Ну, сколько подольше, максимум до трех месяцев. Если брать мой пример, так, я ушла с работы за три дня до родов. Работа у меня была наполовину физическая, но тем не менее я ходила до последнего дня на работу, потому что так мне было легче, потому что беременность моя проходила хорошо. Ну и, конечно же, я хотела как бы по максимуму уже что-то заработать, потому что знала, что потом я уже на работу выйду не скоро. Почему не скоро? Потому что мой случай, он отдельный, но большинство израильских женщин выходят на работу кто-то уже через три месяца после родов, а кто-то через полгода. Какая возможность у тех, кто через полгода? Почему они через полгода? Потому что когда истек, скажем так, декрет, можно еще взять на работе три месяца отпуск за свой счет. И вот многие женщины как бы берут такой отпуск. Это касается всех тех женщин, которые дорожат своей работой и которые стараются за нее держаться, чтобы их не уволили. Поэтому они вынуждены уже максимум через полгода выходить на работу. В любом, в другом случае их имеют полное право уволить. И все. И тогда сидите дома с ребенком. Поэтому какая-то половина женщин на самом деле увольняется и сидит дома с ребенком. Для кого это важно, для кого детский сад дорогой или что-то такое. А другая половина отдает детей в детские сады. Поэтому тут ясли с трех месяцев и выше. Все детские сады до трех лет, они платные, даже государственные. При этом государственные не с лучшими условиями и не с лучшими часами. То есть там до двух часов дня государственные и все. Дальше девайте своего ребенка куда хотите. Ну есть, кажется, там еще продленка, но это уже еще за дополнительную плату. Получается, что большинство людей, кто хочет отдать ребенка в детский сад, он отдает его в частные сады. Частные сады, они есть разных видов. Есть домашнего типа, где там по шесть детей, например, в садике всего лишь. Называются они межпахтоны. А есть большие частные сады, где детей побольше в группе. Есть несколько групп в этом же садике разного возраста. Есть государственные, как я уже сказала, там где до трех лет. И есть государственные, которые после трех лет. Начиная с трех лет, есть уже государственные садики бесплатные. Но большинство родителей не имеют возможности сидеть с ребенком дома до трех лет. Поэтому сдают в детские садики намного раньше. Моей дочке полтора года, она еще в садик не ходит. И очень многие израильтяне, именно ивритоязычные люди, они говорят, как еще не ходят, почему не ходят, удивляются. То есть для них это как бы уже... Почему до года еще там они понимают, но после года почему ребенка не отдавать в сад? Они считают, что это уже нормально, тем более если ребенок ходит, если что-то там болтает. Но я так не считаю. Я считаю, что ребенка в детский сад минимум с двух лет можно отдавать, но не в год и не в полтора. Еще рановато. Но многие отдают детей в детские сады и работают. Детский сад частного типа, он стоит где-то 2500 шекелей примерно в нашем регионе. И надо сказать, что это половина минимальной зарплаты. И очень многие мамы, которые работали до этого на обычной простой работе, где зарплата была чуть выше минимума, они предпочитают сидеть дома с ребенком, потому что нет смысла отдавать ребенка в садик, и потом половину зарплаты отдавать в садик. Да и при этом, когда ребенок ходит в садик, он чаще болеет, это надо брать разные отпуски, больничные, сидеть с ребенком, да и ребенок болеет. В общем, много не заработаешь, когда ребенок маленький, и когда некуда его деть. Вот, например, есть государственные сады до трех лет, и в них идет, есть определенная запись, и она только... Есть два или три месяца в году, когда можно записывать туда детей, и есть пары семейные, которым полагаются льготы в этих садах. Это зависит от того, работает или не работает папа, или мама, кем они работают, какая у них зарплата, сколько у них детей. То есть все это учитывается, и в некоторых случаях выходит достаточно дешево отдать ребенка в государственный садик. Но, опять же таки, этот государственный садик, ну, с того, что я слышала, он все-таки хуже, чем частные сады детские. Что касается дочки, если я решу отдавать ее с двух лет, скорее всего, это будет частный садик, а с трех лет, я думаю, что мы отдадим ее в обычный государственный садик, который считается бесплатным. Бесплатным, но, опять же таки, бесплатный он до двух часов дня, а потом надо еще брать продленку. Называется это цаарон. И за продленку уже надо платить. На данный момент это где-то люди платят 700-900 шекелей. Зависит от региона, от садика. Продленка это уже до четырех, в некоторых садиках до пяти вечера. То есть при таком раскладе для мамы уже легче найти какую-то работу и куда-то устроиться. Потому что, например, если только брать, что ребенок будет ходить до двух часов дня, я не представляю себе, что это будет за работа и что там будет за зарплата, сколько мама может заработать. В принципе, вот такая ситуация в Израиле с декретом и с детскими садами. Если есть какие-то замечания или уточнения, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду рада обсудить, узнать что-то новое для себя. Может, я чего-то не знаю. Кстати, хотела еще рассказать о том, что получается, что оплачиваемый декрет, он всего лишь три месяца. В эти месяцы мама получает декретные, а потом она сидит за свой счет в отпуске, если решила вот это взять, отпуск за свой счет сидит дома. И потом многие мамы, они увольняются. И даже если мама увольняется по собственному желанию, ей по уходу за своим ребенком, у нее появляется возможность встать на учет в центр занятости. И через три месяца после того, как она отмечалась, начать получать, если ей до 35 лет, это у нее есть 100 рабочих дней, она имеет право получить за них деньги. Либо же, если после 35 лет, там, кажется, 150 рабочих дней. Получается, что вот это время мама сидит дома, и она ходит отмечаться в центр занятости, и получает 75% своей средней зарплаты, которую она зарабатывала до декрета. В принципе, это все, наверное, что я хотела рассказать, что я вспомнила, что мне пришло в голову. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если я буду знать на них ответ, я отвечу. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. Пока-пока!